У меня был выходной, я решил просто прогуляться недалеко от дома. И чисто случайно мне встретился оперативник, который мне предложил пройти гражданский долг. Ну, а я согласился, наверное, неуместно говорить, по дурости. Так как у меня было свободное время, мы прошли просто в отделение, и там уже в отделение был Иван, сотрудники, и другой понятой, где, собственно, и начался обыск. Вам сказали изначально, в чем суть дела? Сказали, что так, подозреваемый, возможно, что у него при себе имеются наркотические вещества. Вот. Я не знаю, для меня это было как-то в новинку. В каком состоянии находился Иван, когда мы его увидели? Наверное, такое небольшое замешательство у него было. Но на общение с ним сотрудники пытались пообщаться, он говорил, что я не буду общаться. Он просил меня связаться с кем-то? Да, он говорил, что ему нужно с кем-то связаться. Вот. Ему сказали, что он свяжется, но немного позже. Как происходил, собственно, и видел момент, когда у него нашли эти пакетики существа? Ну вот, он был в одежде. Естественно, на нем был рюкзак. Рюкзак сняли, поставили на стул среди кабинета. Вот. Он был на всеобщем обозрении. И постепенно начали досматривать. Сотрудник, который досмотрел, он был в перчатку. Он изначально показал, что в руках у него ничего нет. Начинаем приступать к осмотру. И постепенно каждый отсек открывали. И в одном из отсеков, как оказалось, пакет с известным содержимым. Вот, как оказалось, на пакетическое вышество. Как отреагировал Ваня на это? Он удивился и сказал, что это не его. Вы не всегда были с ним? Вы не всегда видели Ивана? Не всегда. Просто были моменты, когда я его не видел. Вы видели, чтобы сотрудники применяли прямую силу или вы не себе некорректно? Нет. При мне они вели себя достаточно корректно. Вот. Никакой грубости, как вот я наблюдал в СМИ, там пишут, что избиения было, отзывательства этого не было. Но при этом вы не всегда его видели. Да. При этом вот в лаборатории я не был. Что происходило дальше? Далее мы поехали на область. Когда мы прибыли, мы подошли к другой машине, где были оперативники и Иван. и проследовали к нему в квартиру, где была собака. Она, естественно, там, так как чужие люди, стала агрессивно себя вести, Иван ее успокоил, и она стала всем мирной. Вообще, далее, как бы, обыск, он был постепенно. Просто там, получается, как однокомнатная и кухня. Вот. В одной комнате постепенно все с одного края досматривали подробно. И так же перешли в другую. Вот. Вот. Долгом продолжался? По длительности я сейчас могу ошибаться, потому что я уже не следил за часами, потому что это достаточно долгое время было, потому что мы еще очень долго в Кротке добирались до туда. Я потерялся со временем. Ну, как минимум час, это точно. Вы приехали на обыск не на машине, в которой ехал Иван? Нет. А второй понятех? Нет. Второй понятех, в которой машина был ваш? Да. Мы вместе ехали. Везде. Как я понимаю, они не могли начать обыск без понятеха. Но при этом вы не знаете, вот было предположение, что сотрудники могли заходить в квартиру до обыска. Вы не знаете, делали они это или нет? Я не могу это ждать, мне неизвестно. Но как мне показалось, что сотрудники вполне компетентные. Как произошел момент, когда нашли наркотики в квартире? Реакция Ивана? Вообще, в принципе, как это произошло? Вы видели все время всех сотрудников, они были в поле зрения? Когда все сотрудники всегда были в поле зрения, получилось, что досматривали на этот вот шкаф, такой достаточно высокий. И там, как я понял, пакетик этот был на самом-самом верху. там пыль, вот это вот все было, очень много. когда пакетик отбастали, Иван, естественно, вполне нормальной реакции, сказал, что это не его. Вот. по эмоциям я не могу сказать, как он, но он уже отреагировал на это с нас мышкой, наверное. Я была просто в этой квартире после обыска, и у меня сложилось впечатление, что обыскали не всю квартиру, например, там есть антресоль, и они не всю ее осмотрели, то есть там были мешки на сан-двеге такие, в которые они не заглядывают. Вот. И потом на шкафах на многих была пыль, на полках была пыль, и было видно, что там книги некоторые даже не отвергали, не смотрели. Я при мне, да, полностью обысок проходил, и все. Они, ну, наверное, книги вот так вот полностью не вытаскивали, но подробно каждую вот досмотром в антресоле тоже полностью смотрели. Вот. Ну, там был сахар, мышки там с сахаром, потом песок, там был утяжелитель какие-то стояли упакованные. Там это тоже все открывали, смотрели. Везде полностью, даже в лицушку при мне они заглядывали и смотрели. Через сколько после начала обыска нашли? Я говорю, сейчас точно не могу сказать, но как минимум прошло минут 30-40 после начала обыска, если не больше. там же была середина обыска? Примерно, да, где-то середина обыска. После обыска в квартире мы все поехали обратно в отделение. Вот. Уже была такая достаточно сильная сомливость, и там... От которой что вы? я сейчас не могу точно сказать, какое время было, но заполнились документы, я вот где расписывался, уже было достаточно поздно, и это было чуть ли не под утро. Сотрудники понимали, с кем они общаются? Я имею в виду Ивана, они понимали, кем он работает? что он журналисты не понимали? Я не знаю, нет, наверное. Я тоже не знаю. Сам он говорил про это? Какой-то вопрос был, Иван сказал, можете там в интернете посмотреть, кто я. И это было еще в кабинете, это не во время высказки, а во время досмотра. Еще в кабинете он сказал, можете заглядеть и посмотреть. Вы учились в Нижнем Новгороде в университете. В этом же университете, как стало известно, учился один из оперативников, который работал по этому делу, Амбар Сирдалиев. Вы с ним учились на разных потоках, но при этом все-таки такое совпадение часто бывает не случайным. При этом вы утверждаете, что вы никого не знаете? Нет. Просто на самом деле я убедился, что университет совсем, потому что даже у меня земляки в Туле устраивались. Просто три человека, с кем я переселся, три человека оказались земляки, насколько те сильные. Потому что из этого города достаточно многие сюда переезжают. это не очень приятные совпадения даже. То есть вы не знакомыстник? Никогда не видели его? Смотрите, сейчас генпрокуратура устребовала все документы и будет изучать понятых, которые работали с ОВД по залу. Вы один раз участвовали в качестве понятого? Да. То есть по вам больше материалов там? Нет. Нет, да, конечно, пусть проверяют, но вот это для меня горький опыт. Вы не жалеете сами, что вы стали поняты по этому делу сейчас уже? Конечно же, я жалею, просто это мой горький опыт. Нет, я не против того, что нужно помогать вообще идти на помощь государству. но я не думал, что все настолько сильно заценится и вообще будут такие обстоятельства. Но в итоге Иван невиновен. Какая у вас реакция по ИБУ? Я вообще такая нейтральная сторона. Я могу сказать, как наблюдатель был просто независимый и тогда я не знаю вообще как давно все оказалось. А я даже не представлял что такое возможно что массово будет происходить. И находиться в этом эпицентре на самом деле я такой человек. Я не люблю быть на все очевидное зрение. тут еще такой стандарт. Я согласился, потому что я никогда не был до этого понятым. достаточно интересно это было. и я решил выполнить гражданский долг и помочь нашим службам. не то что шок тут я не знаю это такое состояние немножко куматозное потому что как вообще вот помогаешь государству правоохранительным органам просто хочешь сделать добро вообще вот всей структуре это может даже немножко вылиться тебе боком. Просто есть нервы, время и я не знаю стоит ли это того. коментарии давать не буду никаких вы можете хотя бы сказать вы знали оперативников перед тем как давайте мы журналисты я понял давайте нет я никакие вопросы ничего отвечать не буду все это я думаю там сами только собирал